Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Роман Горелик, и это презентация от науки дизайна UI Китая от iOS 13 бета-версию. Главная фишка этой оси то, что появилась темная версия, Dark Mode так называемый. На сайте Apple появился файл для скетча, но скетч, хоть и открывается в фигме, но рушатся все стили, все компоненты и тому подобное. Поэтому мы все, можно сказать, вручную перерисовали, процентов 70 этого UI Кита было перерисовано, созданы новые линки для работы с этим UI Китом. Что тут еще? Это первая версия UI Кита, здесь еще отсутствует iPad, iPad выйдет чуть позже, вы можете обновлять этот файл, следить за нами, у нас будут обновления. И сразу скажу, друзья, кому неравнодушна эта тема, мы стремимся сделать дизайн доступным, поэтому выкладываем это все бесплатно. Потому что в интернете сейчас iOS Кит 13 продается там чуть ли не за 60 долларов, этот такой же файл перерисованный. Есть даже скетчевский файл, причем Apple выложила скетч файл, и кто-то просто его чуть-чуть, структуру поменял и продает за 68 долларов. Мы это выкладываем все дело бесплатно, поэтому если вы неравнодушны, если вы умеете работать в Figma и умеете работать с мобильными приложениями, я приглашаю вас к сотрудничеству. Мы можем сделать дополнительные элементы, можем отрисовать iPad, можем отрисовать какие-то элементы меню, ну дополнительные стандартные приложения и сделать этот UI Кит больше. Все имена будут указаны, все ссылки на всех создателей мы обязательно укажем здесь. Этот файл будет обновляться, и очень хочется работать в такой команде. Это не коммерческий проект, поэтому если вам интересно, присоединяйтесь. Я сейчас хочу рассказать вам немножко, как это работает. На примере вот здесь есть UI элемент iPhone. Здесь все элементы под iPhone, которые можно использовать. Самая главная фишка этого UI Кита, что здесь все пересобрано, и можно легко комбинировать, ну как конструктор, собирать ваш интерфейс, делать, допустим, выбрали три точки, поставили четыре точки, потом здесь, как вы видите, можно, допустим, сделать дубль, и здесь выбрать четыре кнопки и так далее. Здесь огромное количество элементов, здесь меняются кнопки, можно выбрать две кнопки, одна кнопка, да, можно ее поменять, можно поставить с вводом текста уведомления. Здесь в строчках также легко меняются. Потом здесь можно поставить вот так. Потом здесь у нас есть, вы копируете, допустим, одну, и здесь выбираете, можно поставить пять. Например, очень быстро все редактируется. Большое количество иконок, то есть представлены иконки. Также в ссылке будут шрифты фирменные, ну не фирменные, системные шрифты. Есть все цвета под светлую тему и под темную тему, как это работает, представлено здесь. Есть еще дополнительные системные серые цвета, есть цвета для типографики, представлены все стили типографики, которые будут присутствовать. Они базовые, без динамического увеличения. Есть, собственно, все у нас UI элементы. Ну, практически все, я думаю, тут еще достаточно чего можно порисовать. Safe Area есть у нас, то есть охранные поля. Потом какие-то там Tabit App, как переключается. Но это то, что было в скетчевском файле. Siri, можно пополнить, как программировать Siri. Система, как выглядит система, как она выглядит в темной версии, как она выглядит в светлой версии. Ну и символы. Здесь представлены те символы, которые я перерисовал, еще скрыты, которые изначально. Здесь были. Они находятся немножко в хаотичном порядке. Поэтому, если у вас тоже есть интерес, мы можем и символы привести к порядку. Но для того, чтобы пользоваться UI китом, это не обязательно. Поэтому мы решили уже сделать первый релиз. Если вам это интересно, пишите нам. Пользуйтесь. Я надеюсь, вам это придется по душе, наша работа, что мы проделали этот труд. Давайте делать дизайн доступным, делать дизайн лучше, из-за того, что все инструменты будут доступны и понятны. Смотрите наши мини-курсы по мобильным приложениям. Ну и, конечно же, если вам интересно работать с мобильными приложениями, и вы хотите создавать интересные, классные, востребованные, понятные интерфейсы, я приглашаю вас на наш новый курс под названием «Наука интерфейсов», ссылку на который вы найдете чуть ниже. Пока цена не поднялась, переходите по ссылке, смотрите подробности. Там будет два больших кейса. Это многостраничный сайт и мобильное приложение. И то, и то требует хорошего понимания UX, UI, чтобы сделать удобный интерфейс. Очень много будет знаний по типографике, по композиции, по цвету, по психологии, по исследованиям, как работать с клиентом и так далее. Мы научимся верстать наши сайты в базовом понимании. Ну и учиться вы можете в свободное время. То есть вы сами выбираете, когда учиться. И у нашей школы есть мобильное приложение, в котором вы можете даже в метро смотреть наши уроки и потом дома выполнять задания. На этом все, друзья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok